Всем привет, с вами Антон, и сегодня по многочисленным запросам мы разберем еще одно интервью из серии 73 вопроса от ВОК. А чтобы не пропустить разбор интервью с другими знаменитостями, не забудьте нажать на колокольчик и подписаться на наш канал. ВОК они, знаете, как Ваниш, ходят по всем квартирам, стучат, какую-то непонятную фигню предлагают. Вот в этот раз они со своими вопросами наведались аж к Марго Робби. Она Марго или Марго, кстати? Марго Робби. Она звезда таких фильмов, как Волкс Уолл Стрит, Тони Против Всех, Однажды в Голливуде, Отряд Самоубийц, ну и многие-многие другие, думаю, вы знаете и без меня. И в этом интервью Марго расскажет о своих предпочтениях, в еде, музыке, моде. Поделится тем, как прорабатывать своих персонажей и работает над ролью. Откроет секрет, как она избавляется от австралийского акцента и многое другое. Ну что, поехали? Начинаются интервью с вопроса Марго о ее планах на сегодняшний день. Как ты планируешь провести остаток дня? Ко мне придут друзья на поздний завтрак. Слово «бранч» появилось в результате скрещивания двух известных, думаю, вам слов, «брэкфэст» и «ланч». Так называют прием пищи, когда завтракать уже поздно, а обедать еще рано. Ну, типа нашего полдника. Можно еще перевести это как «поздний завтрак» или «ранний обед». Хотя иногда слово «бранч» можно иногда услышать и в русской речи. Давай встретимся завтра на бранче в Билтморе. Слово «бранч» мы можем услышать еще несколько раз в течение интервью. К примеру, в ответах на серию вопросов. Кому ты звонила последним? Моей двоюродной сестре, Джулии. О чем вы, ребята, говорили? Это, конечно, уже очень какой-то личный вопрос. Ну ладно. Я попросила ее принести что-нибудь на бранч. Еще слово «бранч» встречается вот в таком вопросе. Что подразумевает типичный бранч? Слово «entail» переводится как подразумевать, означать, предполагать. Как вот, например, в предложении Что конкретно подразумевает эта работа? Еще одно интересное выражение, которое Марго использует в своем ответе, это Это переводится как «пригласить друзей к себе на…» Почему бы нам не пригласить его на ужин, чтобы ты смог узнать его получше? Приступим к следующему вопросу. Перед вопросом о кузине Джулии Марго спросили Ты предпочитаешь писать сообщение или звонить? Звонить. Ей больше 30, да? 32. Да, ну тогда все объяснимо. Дословно перевести эту фразу довольно сложно, поэтому давайте разбираться. «to text» переводится как «писать сообщение». «to call» – звонить по телефону. Вообще, очень часто, если мы прибавляем глаголом «er» или «or» в конце, то получается человек, который занимается этим действием. Ну вот, например, «to write» – писать. «a writer» – писатель. «to sing» – петь. «a singer» – певет. «to drive» – водить машину. «a driver» – водитель. Главное, человека, который крючки делает, так не называйте. Просто мой совет. Вот и получается, что «a texter» – это человек, который предпочитает писать сообщение. Вот как в этом примере. «carl» – загадочный автор сообщений. «carl» – загадочный автор сообщений. А «a caller» – это тот, кто предпочитает звонить. «next caller» – следующий дозвонившийся. «next caller» – а вот вы, интересно, к какому типу относитесь? Вы «a texter» или «a caller»? Напишите в комментариях. Правда, будет интересно подвести статистику. Я вот, например, «a texter». А если хочу сказать что-то длинное, то «I'm an annoying voice messenger». И вот только, ну, если очень что-то длинное, очень сильное, я хочу услышать голос человека, тогда, пожалуй, я «a caller». Но вернемся к Марго Робби. Среди персонажей, сыгранных ей, есть очень много ярких и запоминающихся личностей. Иногда исторические, как Елизавета Первая в фильме «Две королевы», а иногда и Харли Квинн, суперзлодейка из фильмов про Бэтмена. И следующий вопрос интервьюера был таким. Любители комиксов или исторические эксперты. Кому из этих зрителей труднее угодить? They're both really tough. И тем, и тем. Слово «buff» может переводиться как «любитель». Например, English show channel buff – любитель канала English show. Он большой любитель истории. Да. А глагол «to please» означает «угождать», а еще «доставлять удовольствие и нравиться». Вот как, например, «Ой, ей так тяжело угодить». Вот и Марго говорит, что что любители комиксов, что любители истории, и тем, и тем тяжело угодить. Сложные ребята. Прилагательное «tough» значит «сложный», «жёсткий», «трудный». Причем, как в прямом смысле, «this meat's very tough». Это мясо очень жёсткое. Так и в переносном. «He's had a tough time at work recently». У него были трудные времена на работе в последнее время. Плавно разговор переходит к теме работы над ролями. И здесь Марго делится своим секретом. Ну или, по крайней мере, ценным советом о том, как у неё получается, будучи австралийкой, звучать как настоящая англичанка. Ведь австралийский акцент имеет своё, своеобразное звучание. И, например, для роли Елизаветы I, ей пришлось серьёзно поработать над своим произношением. Как ты работаешь над акцентом? Я нахожу настоящих людей на Ютубе и потом, типа, подражаю им. To mimic – это имитировать, подражать. Также можно перевести в слегка негативном ключе, типа, передразнивать, пародировать, в зависимости от контекста и ситуации. Don't mimic me. Не передразнивай меня. Don't mimic me. Вообще, я могу сказать, что найти людей в интернете с реально правильным произношением, которое вообще можно будет копировать, довольно тяжело. Вот попробую сейчас. Ютуб открою только. Есть что-то лучше, чем Ютуб. Не понял, это что такое? Дурачок, ты ничего там не найдёшь. Сири, твой голос изменился. А вам даже не нужно ничего искать. Просто зайдите по ссылке на наш сайт в раздел «Нейтив Шоу» и начинайте общаться с носителями прямо в своём мобильном. «Нейтив Шоу» – это особый проект, который поможет вам углубиться в языковую среду, улучшить понимание языка на слух и начать уверенно разговаривать на английском. Несколько раз в неделю вы можете созваниваться с преподавателями-носителями и беседовать с ними о жизни за границей, о своих хобби, рассказывать о себе, о друзьях и многое другое. Ссылку на проект оставим в описании. Обязательно переходите. Обсуждая съёмочный процесс, Марго спросили. Был ли такой момент на видео, который тебя по-настоящему потряс? Да, сцена, в которой я снималась с Сиршей Ронан в фильме «Две королевы». Глагол «to shake», помимо своего основного значения, трясти, в котором он часто упоминается в песнях, тряси, тряси, тряси своим астероидом. Может также использоваться и в значении «потрясать», а ещё может быть «to be shaken», это значит «быть потрясён». Например, «I'm pretty shaken up», «Я хорошо взболтан», о, нет, «Я сильно потрясена», простите. Вот для этого надо знать переносные значения, чтобы так не перевести. Далее Марго Робби признаётся, какой из проектов был для неё самым особенным. Давайте послушаем. Какой из проектов за всю твою карьеру был самым полезным? I, Tonya. I, Tonya. Tonya против всех. Фраза «thus far» значит «до сих пор», «до этого момента» или «пока что». Никакого существенного прогресса пока нет. Слово «rewarding» не такое простое, оно может переводиться как «стоящий», «полезный», «приносящий удовлетворение». Чтобы лучше понять слово «rewarding», давайте посмотрим на его определение в Collins Dictionary. Опыт или действие, которое обозначается словом «rewarding», доставляет вам удовлетворение или приносит пользу. А вот ещё несколько примеров. Написание учебников может быть и интеллектуально и финансово выгодным занятием. Преподавание – это тяжёлая работа, но она очень полезна. А как бы вы ответили на вопрос «is your job rewarding?»? Напишите в комментариях. Вот для меня эта работа очень полезна. В одном ролике случайно сказал «fever» неправильно. Всё, пипец, там в комментариях бомбёжка. Зато запомнил на всю жизнь. В нашем видео «Разговорные фразы из 73 вопросов для Джиджи Хадид» мы уже рассказывали вам про то, как правильно перевести выражение «a piece of advice». Обязательно посмотрите его, если ещё не видели. Давайте посмотрим, что мы ещё в английском можем мерить кусочками. Да, дословно, это можно было бы перевести как «Какой кусочек одежды ты купила самым последним?» Но мы-то все понимаем, что Марго не покупает одежду по кусочкам. А так как она не из Советского Союза, то она, наверное, даже и заплатками не пользуется. Тут суть в том, что слово «clothing» обозначает целую категорию предметов. Юбки, футболки, штаны, всё что угодно. и является неисчисляемым существительным. То есть мы не можем сказать «one clothing», «two clothing». Ну, можем, я только что сказал, но это неправильно. Поэтому, если мы хотим сказать именно об одном предмете из этой категории, то нам нужно добавочное слово. В данном случае это «a piece». Это будет её первая одежда. Кстати, по такому же принципу мы говорим, к примеру, вот о мебели. Фурнишер. Джек сделал предмет мебели. Вот, по-русски же мы тоже не можем сказать «Джек сделал одну мебель». Это странно, предмет мебели? Некоторые слова в разговорном английском значительно сокращаются. Давайте посмотрим следующий вопрос, вы поймёте, что я имею в виду. Продолжая вот интересоваться способами, которыми Марго Робби работает над ролью, интервьюер спрашивает. «Как ты готовилась к роли Шэрон Тейт?» «Prep» здесь это, конечно, сокращенная версия глагола «to prepare», что означает «готовиться», «приготавливаться». Используется больше в разговорной речи. «Приготовьте его». Далее следует ещё один вопрос на эту же тему. «Твой процесс подготовки похож независимо от персонажа?» «Подход похож». И опять мы видим слово «prep», но здесь уже в сочетании «prep» – «process». Это уже не сокращение одного слова, а целого выражения. «Preparation process», то есть процесс подготовки. «Помните, что эта глава вашей жизни – всего лишь процесс подготовки к вашему будущему успеху». А разговор с Марго Робби постепенно переходит к теме роли женщин в киноиндустрии. Интервьюер спрашивает. «Кто из женщин-исполнительниц тебя сейчас просто потрясает?» «Фиби Уоллербридж». «О, люблю её». Фраза «to blow somebody's mind» дословно переводится как «взорвать сознание». В русском есть немельные сильные фразы, типа «снести крышу», «дух захватывает» и так далее. «Вау, ты мне крышу сносишь». А кто из современных актрис сейчас вызывает у вас такие же эмоции, что хочется сказать «Вау, she's blowing my mind», «I love her». Поделитесь мнением в комментариях, а мы постараемся выбрать из ваших ответов героиня для нашего следующего сюжета. Уже в конце интервью, проходя мимо одной из комнат, ведущий замечает открытый чемодан с вещами и спрашивает Марго. «Итак, куда же ты направляешься? Я вижу, ты планируешь поездку». Какой же настыр не ведущий, а, капец. Ой, нет, я распаковываю вещи. Ну, то есть я должна распаковывать вещи, я займусь этим позже. Глагол «to head» переводится как «направляться», «идти». «Where are you heading?» «Куда ты идешь?» «Where are you heading?» Марго отвечает, что она никуда не собирается, а наоборот «распаковывается». «To pack» значит «упаковывать», «запаковывать», ну или «собирать вещи в поездку». «He just said to pack a bag». «Pack a bag». «He just said to pack a bag». «Pack a bag». Он просто сказал «собрать сумку». «Собрать сумку». Ну, а «unpack» благодаря приставке «un» приобретает обратное значение «распаковывать», «раскладывать». Теперь давай распаковывать. Приставка «un», как вы, наверное, знаете, дает слово противоположное значение. Например, comfortable – удобный, uncomfortable – неудобный. Certain – определенный, uncertain – неопределенный. Believable – вероятный. И unbelievable – невероятный. Надеюсь, что это видео было для вас unbelievably полезным. Ставьте лайк, если это так, и подписывайтесь на канал, если это тоже так. Тогда не пропустите новые выпуски. Мы планируем еще очень много интересного контента с английского языка переводить для вас. Пишите, что вы хотите увидеть, разбор каких-то своих любимых шоу. Обязательно зайдите на сайт по ссылке в описании, чтобы узнать больше о проекте Native Show. Обещаю, не пожалеете. Ну, а с вами был я. Теперь без усы и безбородый Антон. Увидимся в следующих выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok